В эфире Тест на Драйве и я Максим Пастушенко. Ну что, поехали! Вопрос, как стать первым и лучшим в своем классе? Ответ прост. Надо этот класс создать. Именно так поступила компания «Мерседес» в случае с моделью CLS. О ней мы сегодня и поговорим. Впервые автомобиль под названием CLS был показан в Нью-Йорке в 2003 году. Тогда он назывался «Вижен CLS». Этой моделью компания вернулась в класс больших купе или, так можно сказать, двухдверных седанов после 95-го года. Первое поколение было построено на удлиненной платформе тогдашнего Е-класса. По пропорциям кузова и оконной линии это было большое купе, но количество дверей и компоновка салона говорила о том, что это все же седан. Отсюда и пошло название класса «Купе-седан». Нынешнее поколение появилось в 2010 году и серьезно преобразилось. Но в то же время сохранило характерные особенности и пропорции в дизайне экстерьера. На мой взгляд, нынешний CLS куда более симпатичен и гармоничен, нежели его предшественник. Во всяком случае, он не настолько бананообразен. Красивый, стильный и, конечно же, роскошный. Обновление модели CLS – пример классического рестайлинга. Поменялись бампера, решетка радиатора и оптика. Именно о ней я хотел бы поговорить чуть-чуть поподробнее, ведь система освещения MultiBeam LED является предметом особой гордости компании Mercedes. Каждая фара состоит из 24 светодиодов, каждый который, в свою очередь, имеет 255 градаций яркости. На лобовом стекле установлен датчик, который до 100 раз в секунду производит замер освещенности вокруг автомобиля. И уже после этого система принимает решение о том, какое количество света и какой цветовой температуры должны выдавать светодиоды. Таким образом, световой пучок может бить на расстоянии от штатных 30 метров до 485. Настоящие прожекторы. Назвать эти сложные и поистине интеллектуальные устройства классическими фарами язык не поворачивается. К чему такие навороты? Стоит ли оно того? Думаю, что да. Судите сами. Благодаря этой системе автомобиль способен определять впереди идущую попутную машину и следить за ее движением. Эта информация и картинка с камер позволяет как бы заглядывать фарами в поворот еще до того, как водитель начал поворачивать руль. Используя данные навигации, мультибим LED заблаговременно включает боковую подсветку, освещая, например, круговое движение, что также повышает безопасность. Стоит ли говорить о том, что система распознает отбойник слева от машины и подстраивается под его высоту, не допуская ослепления движущихся навстречу водителей. В интерьере CLS изменился незначительно, разве что человек, который раньше ездил на этой модели, сможет заметить какие-то изменения. Ну, во-первых, появился новый руль, теперь он немножко другой, более многофункциональный, у него стало меньше ступицы. Впрочем, такие рули сейчас устанавливаются на всю линейку модельного ряда компании Mercedes. Чуть-чуть поменялись материалы отделки, в остальном все то же самое. Немножко удивило, что до сих пор остались прямоугольные дефлекторы вентиляции, хотя все мы знаем, что у последних моделей Mercedes появился новый стиль и устанавливаются круглые дефлекторы в ретро-стиле. Появился большой 8-дюймовый дисплей, как и на других моделях компании он не сенсорный, но зато с очень красивой графикой, выглядит весьма стильно и у него большая диагональ, что тоже не может не радовать. В остальном все то же самое, те же самые части унифицированные блоки управления, как магнитолой, телефоном, так и климат-контролем. Хотелось бы обратить внимание на то, что система климат-контроля весьма замудренная, поскольку помимо стандартных, как и везде, выборов температуры и направления обдува, здесь можно выбрать систему обдува, то есть ей предлагается три варианта обдува, либо направленная, либо некое среднее положение, либо, ну, здесь она называется диффузионная, то есть по принципу смешивания воздухов, то есть где-то можно теплее, где-то холоднее. Не знаю, насколько это оправданно, такое усложнение системы, но с другой стороны, все-таки статус и цена автомобиля некоторым образом обязывают. В остальном ничего такого сверхъестественного нету, приборы, конечно же, очень стильные, красивая подсветка, но должен сказать, что они не очень информативны, потому что слишком большое количество всевозможных декоративных элементов, причем достаточно мелковатых, и плюс белые шкалы с белой же подсветкой на скорости, если честно, приходится вглядываться. То же самое можно сказать и про дисплей, который находится внутри основного циферблата, внутри спидометра. Туда тоже выводится достаточно большое количество информации, очень красивая графика, но, опять же, все немножко перемудрено, поэтому либо это требует какой-то привычки, либо же все-таки мне постоянно приходилось, например, всматриваться. Что касается размещения каких-то мелочей, ну, так скажем, функциональности, удивляет, что эта машина такого класса все-таки действительно неплохо оснащена в этом смысле. Во-первых, есть довольно вместительные кармашки в дверях, конечно же, панели дверные обшиты кожей. Единственное, что немножко удивило, кнопка открывания багажника дистанционно находится внутри кармашка, поэтому мне кажется, что если в этом кармашке что-то будет лежать, то это будет доставлять определенный дискомфорт. Подлокотник имеет довольно большой бокс, который открывается вот такой красивый, стильный, тоже, конечно же, кожаной клавишей. Раскрывается он тоже замысловатый, из двух створок. Насколько это удобно, судить не буду, но, тем не менее, здесь довольно большой вместительный бокс, при этом здесь есть два разъема USB, целых два, поэтому вы сможете подключать любые носители или источники звука, так что проблем с музыкой тоже точно не будет. Управление мультимедиа системы возложено на контроллер системы Command, которая находится здесь, на центральном тоннеле. Собственно говоря, как и у других моделей Mercedes, эта система имеет все те же самые плюсы и все те же самые минусы, плюсы заключаются в том, что в данном случае здесь есть всего лишь один селектор и четыре клавиши по кругу, и, соответственно, управляется он либо путем вращения, либо перемещения самого этого джойстика. Но при этом минус заключается в том, что, опять же, как и приборы, сами приборы, мультимедиа система слишком перегружена функциями, и у нее слишком сложная архитектура меню, поэтому даже для того, чтобы настроить, например, радиостанцию, приходится делать огромное количество манипуляций. Это не совсем удобно, и в движении это, конечно же, отвлекает. Но, с другой стороны, опять же, я могу списать это на некую привычку, адаптацию человека к этой системе, поэтому, если вы постоянно будете ездить на этой машине, я думаю, что через какое-то время это проблемы вызывать точно не будет. Приятно, что здесь есть система кругового обзора. Это действительно очень помогает, причем выполнено это действительно красиво, аккуратно, с очень хорошей графикой. И достаточно низкий уровень искажения, поэтому маневрировать на таком довольно большом автомобиле тоже никаких проблем не составляет. Сидения, они действительно очень красивые, тоже, на мой взгляд, выполнены в неком ретро-стиле, выполнены из очень хорошей качественной кожи, центральная часть отделана перфорированной кожей, но есть один небольшой недостаток, ну, во всяком случае, для меня. Дело в том, что разработчики этих сидений, видимо, слишком перестарались с боковой поддержкой, потому что, когда в нее садишься, кажется, что она уж слишком тесная. Мне это, честно говоря, не очень понравилось, и, признаюсь, достаточно большое время после того, как я сел в этот автомобиль, мне пришлось подстраиваться уже в ходе езды практически в течение всего дня. Ну, как-то, конечно, уместиться смог, но, если честно, ожидаешь какого-то более комфортного и гостеприимного кресла. Но зато эти сидения не такие уж простые, как могут показаться, потому что здесь есть система, которая позволяет водителю оставаться в том же положении в кресле, в котором он и есть, за счет того, что машина отслеживает боковые ускорения, и то и дело подкачивает боковые валики, соответственно, удерживая человека в повороте, и за счет этого тело не выскальзывает. Тоже не знаю, насколько это прямо уж совсем нужная функция. С такой, по умолчанию, боковой поддержкой проблем здесь таких, в принципе, быть не может. Но, с другой стороны, опять же, когда плачешь такие деньги за такой автомобиль с таким именем, конечно же, хочется иметь как можно большее количество всевозможных функций, гаджетов и приятных мелочей. Сразу скажу, забираться на второй ряд сидений в ЦЛС неудобно. Во-первых, из-за очень заваленной задней стойки, во-вторых, из-за очень высоких и широких порогов. Поэтому сюда буквально втискиваешься. Но, с другой стороны, это ведь все-таки хоть и седан, но все же купе. Именно поэтому и размещение здесь сугубо четырехместное. Два человека спереди, два человека сзади. И место третьего человека занимает огромный массивный центральный тоннель. Но зато здесь огромное количество всевозможных приятных мелочей. Ну, во-первых, персональные дефлекторы обдува и персональный блок климат-контроля. Поэтому температуру для задних пассажиров можно настроить отдельно. Во-вторых, здесь есть такие боксы, довольно вместительные. Пепельница и розетка на 12 вольт. Ну, а здесь просто такая большая ниша, отделанная бархатом. Соответственно, сюда можно положить либо книжку, ежедневник или телефон. Разумеется, здесь предусмотрен подогрев задних сидений. Есть и подлокотник. Причем, ну, помимо того, что он широкий и удобный, он довольно сложной конфигурации. Откидываем крышку. Здесь есть еще одна ниша, отделанная уже велюром. И вот такие замысловатые подстаканники. Ну, как ни крути, полноценный бизнес-класс. Сами сидения очень удобные. Один раз сюда сел, ничего не нужно подстраивать, хотя здесь регулировок и нет. Но сидеть здесь действительно удобно. Места, может быть, не очень много, но в то же время вполне комфортно. И можно ехать даже на дальние расстояния. Разумеется, от такого автомобиля, как CLS, ожидать каких-то серьезных грузовых возможностей не стоит. Но, тем не менее, багажник у него на самом деле огромный. Он правильной формы, разумеется, обшит велюром. Есть всевозможные сеточки, крючочки, все, что нужно. Плюс к этому он достаточно глубокий, потому что отсюда, например, дотянуться до спинок задних сидений просто невозможно. Под полом находится докатка, неполноразмерное запасное колесо. И, если честно, вот в этих огромных пустых нишах я бы сделал какие-нибудь органайзеры для мелочей. Ну и, разумеется, крышка багажника оснащена электроприводом.